МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Уходящий год оказался крайне непохожим на целый ряд предыдущих лет. Народ Молдовы вернул себе право самому избирать президента. На политическом ландшафте наметились кардинальные изменения. Мы пережили целый ряд локальных катастроф, травлю наших детей в детских садах и школах, противостояли незаконным стройкам. Одним словом, пытались выжить. В канун каждого Нового года желаем себе и близким перемены. Похоже, они наступают. О том, каким был год для страны и самой крупной парламентской партии, партии социалистов, поговорим с исполнительным секретарем партии Владом Батрыничем. Здравствуйте! Здравствуйте! В последние дни уходящего года это уже стала традицией подводить определенные итоги тому, что удалось сделать и что хотелось бы еще сделать. На ваш взгляд, каким был 2016 год для нашей страны, для Молдовы? Что хорошего и плохого принес он нашей стране? Безусловно, он был трудным годом для страны, для ее граждан. Граждане переживают очень серьезные проблемы социально-экономического характера. Мы видим, что каждый день, по сути, вот сегодня за считанные часы до Нового года, можно отметить тут факт, что у людей, так скажем, особо радужного настроения нет, потому что очень сильно выросли цены. Люди, очень многие люди в нашей стране не могут себе позволить какие-то элементарные вещи. Конечно, год был непростым для людей, потому что правящий режим реализовывает очень активно, очень стремительно абсолютно антисоциальные реформы, занимаются, по сути, геноцидом, повышением пенсионного возраста, попытка пересмотра тарифов в последние дни, благо мы сумели это на какое-то время приостановить. Ну и многие другие явления, которые, конечно, для людей, они негативны. Но каким этот год был политическим, надо отметить, что прошлый Новый год мы встречали в разгар протестов. В прошлый Новый год мы с нашими коллегами во главе с Игорем Николаевичем Дадоном находились в Палаточном городке. Начало этого года ознаменовалось совместным консолидированным протестом. Все хорошо помнят, партия солистов, наша партия Рената Усатова и партия Платформа. Три партии впервые за 25 лет независимости. Люди объединились независимо от каких-то своих воззрений, языка, взглядов тех или иных геополитических. Чего сумели добиться? У протеста консолидированного было две главных политических цели – досрочные парламентские выборы и прямые выборы президента. Мы сумели выполнить задачу только на 50%. Благодаря мощной протестной волне, благодаря негодованию уличному, благодаря внешнему прессингу, власть уступила людям избрание президента. И хотя у Плахотнюка абсолютно уверенное большинство в парламенте, позволяющее ему избрать любого гражданина президента, не оставляя на это, решили уступить выборы людям, чтобы хоть что-то, где-то пойти на какие-то уступки. Конечно, мы добивались того, чтобы выборы президента состоялись в один день с досрочными парламентскими, потому что нам предстоит очень важный этап. Да, мы можем сегодня уверенно сказать, что люди избрали народного президента. Еще никогда за политика, за политическую партию не голосовало такое большое количество людей – 835 тысяч. Конечно, мы сумели в уходящем году добиться избрания президента, который не представляет нынешний олигархический режим, который не представляет интересы нынешнего парламентского большинства. По сути, появился дуализм власти в стране, но это уже большой шаг вперед, и это надежда для людей, надежда на то, что начнутся кардинальные перемены, что должен принести наступающий год, конечно, досрочные парламентские выборы. Мы должны полностью перезагрузить систему. Мы очень рассчитываем и готовим партию к тому, что социалисты должны победить на парламентских выборах, уверенно взяв большинство, для того, чтобы мы смогли выстроить единую вертикаль власти, для того, чтобы власть двигалась в одном направлении, мы начали реальные перемены в стране. Уходящий год был непростым для людей, но хочется им сказать, что все же таки надежда есть. Хочется сказать, что верить надо. Не зря мы определили с месседжем главным кампании президентской, что у Молдовы есть будущее. Это не просто красивые слова. Мы думали, может, было просто выйти с простым, внятным лозунгом. Мы партия борьбы, главная оппозиционная сила, могли просто сказать, что жос олигархи, жос у него нижний. Но мы решили, что людям надо дать надежду, людям надо сказать, что есть другие сценарии, есть сценарии, при которых у Молдовы действительно есть будущее. Хочется пожелать людям твердости, уверенности в завтрашнем дне. Хочется пожелать людям энергии, здоровья с тем, чтобы с достоинством пройти те тяготы, с которыми они сегодня сталкиваются. В целом, если детализировать, каким этот год был для партии социалистов. Начало года шли единым фронтом с партиями совершенно разного политического ландшафта. Тем не менее, из того, что наметили, удалось. А для самой партии этот год стал еще, наверное, годом мира победы, если уже говорить о том, что сегодня лидер государства, это бывший председатель партии. Ну, конечно, у нас есть повод для гордости. Конечно, это для нас был год победы. Да, мы не можем об этом, так скажем, сильно греметь, потому что мы понимаем, что выиграна битва, предстоит еще выиграть войну на парламентских выборах и предстоит еще решить очень много проблем, в том числе и возврат украденных миллиардов. Сегодня мы рассчитывать на это не можем, тут все круговая порука та же и осталась. Надо решать проблемы срочного экономического характера, надо решать проблемы социальные, то, что фактически сегодня большая часть населения на грани нищеты. Но тем не менее, для партии социалистов, это, безусловно, год победы, это год серьезного становления, это год очень серьезного структурирования партии. Я хочу сказать, вот даже сегодня, даже вот в уходящие часы 2016 года, то есть мы вот ездим в территории, в районы, мы беседуем с нашими активистами на местах, проводим какие-то новогодние мероприятия, но вроде это и Новый год, но одновременно мы подводим итоги, обсуждаем планы на будущее. Мы сегодня держим в тонусе весь наш партийный актив, потому что мы понимаем, что завтра, послезавтра нам предстоит новый бой. Для партии социалистов это, безусловно, год очень серьезного партийного укрепления. Мы не только в этом году, в 2016, приняли в партию более 4 тысяч человек. Это большое количество, с учетом того, что у людей у нас фиксированные членства партии, подают заявления, анкеты, копии паспорта, их принимают в первичных организациях. Эти люди, которым предъявляются определенные требования участия в общественной жизни, в политической. Мы создали около 200 первичных партийных организаций в селах и городах республики, там, где у нас их не было до 2016 года. Мы очень серьезно усилили свое присутствие на местах. Хочу сказать, что чувствуется некий тонус хороший в наших партийных рядах. Буквально сейчас я вернулся с Еловен, хочу сказать, что даже в Еловенах, в очень непростом для социалистов районе, мы сегодня вручали десятки партийных билетов молодым людям до 35-40 лет. То есть идет новая кровь, это говорит о том, что партия развивается. Задача, задача, конечно, партии, вот у нас недавно прошел 14-й съезд партии, внеочередной. Был избран новый руководитель партии Зинаида Петровна Гречана. Это блестящий организатор, это человек, который самый подготовленный, опытный управленец и государственный, на сегодняшний день лучший премьер-министр. Но она, безусловно, и для нашей партии, это серьезный шаг консолидации. То есть это тот человек, который принесет еще больше дисциплины, организации в нашу партийную жизнь. Хочу сказать, что на местах чувствуется укрепление, дух. И для партии социалистов, конечно, несмотря на все трудности, несмотря на год борьбы, это был год все же таки качественного укрепления наших партийных рядов. И, безусловно, это и год укрепления рейтинга нашего, потому что если в начале года рейтинги показывали нам порядка 30% доверия граждан, сегодня вот к концу года почти 50% прямой рейтинг партии социалистов. И это говорит о том, что мы продолжаем находиться в росте. И самое главное о партии социалистов, это не терять ощущение реальности, это продолжать работать, это продолжать быть очень приземленными, очень конкретными и не терять контакта с людьми. И последнее, что я бы хотел сказать, вот штука со спартийного строительства. Одна из тех задач, которые нам поставил съезд в новом 2017 году на основе наших партийных организаций, районных, территориальных, будут открыты в каждом офисе Центры по защите прав граждан. Мы планируем очень серьезно углубить и улучшить качественно на новом уровне работу с людьми. Мы очень серьезно рассчитываем на то, что у людей появится еще больше не просто доверия, но люди еще больше будут обращаться к нам с тем, чтобы мы помогали людям в работе и в проблемах, которые у них есть с инстанциями, ну и разного рода вопросами, которые у них возникают. То есть уходящий год, он такой очень плодотворный для партии социалистов, но я абсолютно уверен вам могу сказать, что будущий 2017 год станет для партии социалистов годом настоящего прорыва качественного. Мы поднимем партию на принципиально новый уровень. Вы уже упомянули, что партия возглавила Зенита Гречаной, но на этом съезде Зенита Петровна объявила о том, что Игорь Дедон остается лидером социалистов. Вот такое было заявление. Как будет строиться сотрудничество в партии и сегодняшнего президента? Ну, безусловно, мы понимаем, что изменения в законодательстве, которые запрещают всенародно избранному президенту проявлять те или иные партийные симпатии, быть членом партии. Мы же прекрасно понимаем, что это еще один шулерский ход, еще один туз из кармана нынешнего режима. Это был шаг, непосредственно направленный против лидера партии социалистов, с тем, чтобы попытаться каким-то образом его дистанцировать от партии. Ведь у этого не было такой нормы? Конечно, не было, и это абсолютно нелепая норма. Мы можем рассмотреть примеры очень цивилизованных и гораздо более развитых, чем Молдовы государств, где президент избирается народно, и он имеет полное основание возглавлять ту или иную политическую партию. Тем более нам в Молдове сегодня как никогда важна вертикаль. Мы уже последние 7 лет очень четко продемонстрировали, что любые коалиции, альянсы и вот это лоскутное правительство, оно очень губительно для людей. Это распила, это откаты, это коррупция, это безнаказанное, что самое главное, никто ни за что не отвечает. Мы в партии социалистов и мы в команде социалистов продолжаем работать, извините за тавтологию, командно. Игорь Николаевич поэтому и был объявлен на съезде нашим лидером, не председателем, но хорошо, в любом случае он лидер нашей команды. В любом случае мы работали, работаем и будем работать бок о бок. Мы даже вот в этот период практически ежедневно встречаемся, проводим рабочие заседания, совещания. Мы координировали и будем координировать с Игорем Николаевичем работу нашей парламентской фракции и всех наших партийных структур. Да, мы понимаем, что это шулерство против нас, но ничего страшного, нас это не пугает. Игорь Николаевич с нами, мы рядом с ними, мы продолжаем двигаться дальше. И в любом случае нам принципиально важно, чтобы партия продолжила развиваться и чтобы партия получила в ближайшее время, помимо должности президента, должность и спикера парламента, и премьер-министра. Мы понимаем, что должна быть вся полнота власти. Не потому, что социалисты какие-то идеальные и так далее. Мы прекрасно понимаем, и у нас есть какие-то свои недоработки. Мы прекрасно понимаем, что и наша команда несовершенна, и нам еще предстоит развиваться. Но сегодня другой альтернативы реально нет. И сегодня кто-то должен взять полноту ответственности на себя. И сегодня кто-то должен обеспечить профессиональное управление. И я абсолютно уверен в том, что Игорь Николаевич и Илья Петровна те люди, которые имеют уже опыт в прошлом и имеют все необходимые знания для того, чтобы подготовку, для того, чтобы выстроить очень серьезную государственную команду, которая сумеет стать настоящей антикризисной командой. Потому что мы помним до 2009 года гречаный премьер-министр Додон, первый вице-премьер-министр экономики, выплачивались и существенно сократились внешние долги. И это на фоне того, что на 18-20% в год, при инфляции в 5-6%, росла и зарплата, и пенсия, и другие пособия. Это говорит о том, что это люди, которые смогут наладить отношения с Востоком, где сегодня наши деньги, наши финансовые, экономические интересы. Но смогут и выстроить принципиально новые отношения с Европейским Союзом. Но новые отношения с Европейским Союзом должны будут основываться на наших интересах национальных, то есть позиции абсолютной прагматики. Что нас устраивает, мы берем, что нас не устраивает, мы будем категорически выступать против. Как бы то ни было, я абсолютно уверен в том, что Игорь Николаевич рядом с нами, я абсолютно уверен, я это знаю, что мы продолжаем быть одной командой. И если кто-то нам устроил какие-то юридические проволочки, они, безусловно, своей цели не добьются. Да, последние 7 лет, вы знаете, в чем самая большая вина этого режима? Они в самом негативном ключе использовали принцип «разделяя властвы». Они все делили, делили, дробили, красные, зеленые, голубые, синие, какие угодно. Президент может быть партийным, беспартийный, премьер может быть, оказывается, партийным и так далее. То есть их задача была сегментировать максимально наше общество. Мы считаем, что у нас есть народный президент, мы считаем, что у нас есть народная партия, и мы сумеем объединить людей, и мы сумеем людей объединить в единой цели, в едином направлении. Поэтому является сегодня Игорь Николаевич председателем партии или не является, это не так принципиально. Он является нашим лидером. Точка. Спасибо за ответ. В прошлом году сегодняшним правительством было принято целый ряд таких антисоциальных решений. И пенсионная реформа, и открытие офиса Североатлантического блока, то есть блока НАТО в молдавской столице. Вот это вот вахханалия с тарифами, мне кажется, тоже можно отнести в этот ряд. Возможно ли добиться отмены всех этих решений? И если это возможно, то как это делается? Как это будет сделано? Ну, конечно, ситуация весьма непроста. Нельзя сказать, что у нас есть готовые рецепты сегодня на все эти вопросы. Но что касается, к примеру, тарифов, мы знали заранее, и мы заранее проделывали необходимую работу. То есть была проведена пресс-конференция, на которой мы проинформировали общественность о происходящем. Мы направили соответствующие письма в органы, уполномоченные, Национальный центр антикоррупции, финансовую инспекцию Минфина, АНРЭ и другие органы, уполномоченные проверить работу компаний, предоставляющих услуги в энергетическом комплексе, в сфере услуг населению. Мы абсолютно уверены в том, что их требования завышены и необоснованы. Мы уверены в том, что правительство сегодня фактически покрывает грабеж населения, махинации. Потому что Минэкономики подписало соглашение с Финосой, по которому признают некий миллиард 800 миллионов леев финансовых, якобы, потерь Финоса. То есть Финос претендует на какие-то финансовые потери, которые они хотят включить тариф, и Минэкономики это подписывают. Из разницы курса, я так понимаю. Но курс-то, в общем-то, эта разница возникла опять же. То есть все идет к тому миллиардов. Была на акченте, на вашем телевидении, Станислав, очень хорошая передача. Мы детально говорили о тарифах и говорили об этой проблематике. И я повторю только очень лаконично, что проблема заключается в том, что людей водят за нос. В том числе и людей, в том числе и органы власти, которые обязаны не допускать этих нарушений. В тариф, согласно которому Финос и другие поставщики услуг получали огромную денежную массу, он включал и тариф на модернизацию, и тариф на капитальный ремонт, и разного рода неустойки, потери и так далее. Люди платили тариф, из которого на специальные счета должны были уходить деньги. На капитальный ремонт, на капитальное строительство. На специальные счета должны были уходить... Ну, то есть тариф распределялся, он покрывал все эти вещи. И оправдывать сегодня то, что кто-то играл на курсе, и от этого Финоса что-то недополучило, это абсолютно дистанцированный некий искусственный конструкт, да, необоснованный. Но самое главное, что мы уверены, что финансовых потерь у Финоса нет. Если даже рассматривать, хотя бы гипотетически, что у Финоса возникали какие-то проблемы финансовые, то с чем тогда можно обосновать их абсолютно нерациональное распределение финансовых потоков? В том числе и с зарплаты. Вот Сильвия Раду, есть такой гражданин Республики Молдова, о котором, в принципе, никому до сих пор не было известно, да, до того, как... Ну, в широких кругах, да, в широком смысле этого слова, там, как эксперт и так далее. Пока не решила баллотироваться президентом. Да, но будучи на Финосе, за два года, вот мы специально перед пресс-конференцией запросили и получили декларацию ее доходов, за два года 10 миллионов лей в виде зарплат, надбавок, премий, компенсации, непонятно чего. Это один человек, это только директор, а у них есть колоссальный административный аппарат, менеджеры и так далее, и так далее, и так далее. То есть они себе платят необоснованно высокие зарплаты, они делают себе крутые ремонты, они покупают себе крутые автомобили. Ну, вы же видели офис центральной Финосе, может было быть скромнее в такой стране, как Молдова. Можно было бы не так расширять, раздувать аппарат, можно было бы более эффективно расходовать те деньги, которые платит население. И сегодня у них финансовые потери, которые признает Минэкономик, и которые надо включить тариф. Как бы то ни было, мы были с протестом, пока на улице протестовали люди. Мы с коллегой Липским, депутатом, поднялись в АнРЭП, зашли к директору, дали ему требование заказать международный аудит, то есть подписала наша фракция, международный аудит, не тот аудит, который Финоса провела, сама заказала с Румынией какую-то компанию, чтобы оправдать свои потери. Международный аудит и проверить расходование средств этой компании. То, что и ЧНА, должен проверить на предмет наличия скрытых интересов и так далее. Что касается тарифов, мы боремся сейчас. Как мы будем решать другие проблемы антисоциальной реформы? Конечно, ключ принципиальный лежит через досрочные парламентские выборы. Нам надо получить всю полноту законодательной власти, для того, чтобы отменить те решения, которые они принимали в спешке. В течение месяца, пока мы судились Санду и Настасе, пока они нас таскали по судам, и месяц мы с ними боролись в судах, за этот месяц у нас в Ваньке-Встаньке проголосовали все, что им надо было. Соответственно, сегодня, для того, чтобы отменить многие решения, нам нужно будет не только институт президента, но нам нужно будет проводить, провоцировать и проводить досрочные парламентские выборы. Что касается пенсионной реформы, тут я думаю, что опыт у наших руководителей есть, они знают, как это надо решать. Что касается открытия Центра НАТО, это простое решение парламента, и это решение, которое можно при нормальной конъюнктуре будет отменить. Конечно, мы понимаем, что они голосовали, депутаты этого непонятного большинства, у которого даже названия нет, потому что люди не голосовали за коалицию имени Плохотнюка, но как бы то ни было, вот есть некое пестрое большинство имени Демпартии, не знаю, чего имени. И они голосовали за все эти вещи в течение буквально минут каких-то считанных, не имея возможности ознакомиться ни документально, нормально с материалами, не имея возможности ненормально провести публичные слушания, не провести элементарно нормальные заседания парламентских комиссий с сторонним обсуждением этого всего. То есть, но голосовалось все на ура в каких-то стахановских методах и сроках. Соответственно, нужно будет те же решения парламента, их надо будет отменять, но тоже решениями парламента. Либо часть из них мы будем требовать аннулировать через Конституционный суд. То есть, у нас есть определенные инструменты, которые мы можем использовать, но принципиально нужны выборы, принципиально надо сметать эту власть и начинать разбираться заново. Потому что даже то, что вот они голосовали так слепую, да у них нет даже на это воли своей. Я не говорю даже о том, что эта воля там не ихняя, Владимира Плохотнюка. Речь идет о том, что это даже не эти факторы, это факторы внешнего влияния. Это Молдова сегодня находится под прямым внешним управлением. И откуда-то по звонку решаются вопросы. И проблема просто в том, что обворовали страну, денег нет. Откуда их взять? То есть, нормальный руковод страны начал бы думать, как заработать, как реабилитировать экономику, как привлечь инвестиции, где найти рынок сбыта, как оживить ситуацию, чтобы было больше денег в бюджете. А они так не думают. У них единственная работа голова заточена кредита. У тебя уже раздули так внешние долги, дальше некуда. А МВФ им говорит, пенсионный возраст, МВФ-то американцы, центр НАТО, повышение тарифов, сокращение районов, закрытие примарий, закрытие больниц, закрытие еще 200 школ. Понимаете, нормальное руководство государственников послало бы их по адресу. Да, с такой помощью. Потому что до 2008 года вообще работала страна без МВФ. И правительство нормальное, и пенсии, и зарплаты платило, еще и умудрялись внешние долги выплачивать. А вот вернулся МВФ в 2008 году, и потом в 2009 попытка госпереворота, произошло то, что произошло, и опять МВФ правит бал. Понимаете? МВФ это структура, которая кредитует страну. Да, какая-то экспертиза ими делается. Но они не должны выдвигать таких требований социально-политических в стране, для того, чтобы ее кредитовать. Понятно, что у этих ребят выхода нет. Потому что у них на Западе недвижимость, имущество, активы, банковские счета. Они абсолютно шантажируемы. И вот тут мы считаем, что наши руководители и партия социалистов, она реальная альтернатива. Потому что у наших руководителей ничего там на Западе нет. Их нечем шантажировать. А эти ребята, они вынуждены, даже если они где-то внутренне с ним не согласны. Ведь они проголосовали против собственных родителей. Против собственных бабушек и дед. Ведь они многие даже в зале думали, в зале парламента, что те же члены правительства. А сами они доживут до этой пенсии и так далее. Но они-то тоже понимают, что нету в стране уровня жизни. Отменять надо будет. Отменять надо будет. Но они-то не отменят. Те, кто проголосовали за эти инициативы, они вынуждены будут их выполнять. Поэтому наша основная задача – это досрочные парламентские выборы. И это качественная деформация этой системы. Это построение качественной новой системы, которая будет заточена на государственные интересы и на интересы людей. И здесь это не просто красивые слова, это реальная практика. У наших руководителей есть такой опыт. Когда можно было дискутировать и с МВФ, и с Европейским Союзом, и с американцами. Можно было говорить. С этим согласны, с этим не согласны. Не подписывали многие соглашения просто потому, что они не устраивали страну. Надо будет отменять, Станислав. Легко не будет. Понятно, какая повестка в 2017 году стоит перед партией. Досрочные парламентские выборы. А механизм прихода к этой ситуации, каким образом можно будет добиться инициирования внеочередных парламентских выборов? Сейчас по поручению Игоря Николаевича Дадона работает наша… Ну, не только сейчас, это уже определенное количество времени. Работает наша юридическая группа. И разрабатывают непосредственно инструменты, механизмы. Насколько мне известно, есть три сценария, которые сегодня реально разрабатываются в этом отношении. Я уверен, что об этом уже Игорь Николаевич Дадон совместно с Денитровной Гречаной, возможно, еще с представителями нашей юридической группы будут говорить уже после январских праздников. Потому что это, мы должны понимать, очень-очень серьезные вещи. Это очень серьезные обязательства, и это очень серьезный сценарий, который мы же понимаем, что мы должны предложить что-то очень реальное и конкретное. В противном случае у людей есть ожидания, которые нельзя обманывать. В противном случае мы просто можем разочаровать людей. Я знаю, что в этом направлении работает, Станислав. Есть путь через консонный суд, есть путь через президента, есть путь через референдум, через просто прямое волеизъявление людей. Сейчас взвешиваются все факторы, еще раз изучаются, штудируются не только наши материалы, наша нормативная база, наши консонные нормы, но и международный опыт, практика и так далее. Это то задание, с которым сегодня работают наши юристы, в том числе Владимир Иванович Суркан и другие. Мы уверены, что будет найден подобный путь, подобный сценарий, точнее не найден, а выбран оптимальный из всего того, что предлагают сегодня наши юристы. И задача будет реализовывать его. Мы понимаем, с каким путем мы бы не вышли, будь то консонный суд, будь то декрет президента, будь то референдум. В любом случае будет очень серьезное сопротивление властей. И мы должны понимать, что помимо первого шага должен быть второй, третий, четвертый. И вот об этом сегодня мы очень серьезно в команде и думаем. Понимаю. Ну, партия социалистов достаточно сильно, громко заявила себе на протяжении уходящего года и в столице. Была подготовка к инициированию референдума по отставке генерального примара. Власти, я так понимаю, не допустили регистрацию этого референдума. Как вы думаете, вернется ли в рабочую повестку партии социалистов вопрос об очередном референдуме либо о других путях по отставке сегодняшнего столичного градоначальника? Ну, никуда этот вопрос, конечно, с повестки дня и не исчезал. Даже вот период президентской кампании наши коллеги, Иоанн Чабан, наша крупнейшая фракция в муниципальном совете, работали очень плотно в направлении инициирования данного референдума и через муниципальный совет, и через суд. Ну, как оказалось, в принципе, ожидаемо. Да, вот сегодня Киртуака выгоден нынешнему режиму, да, плохотнюку непосредственно. И Дарин Киртуака продолжает, несмотря на то, что там чешутся руки у всей Генеральной прокуратуры, на него и не только, несмотря на то, что там тонны материалов, но есть политическое решение, которое, к сожалению, выполняет суд. И суд блокирует даже абсолютно императивные нормы законодательства, которые позволяют определенным методом инициировать референдум. Ну, через суд мы пошли в более высшую инстанцию, продолжается наше дело. Что касается муниципального совета, мы были на грани, то есть муниципальный совет может инициировать референдум двумя третей голосов, и там шла речь буквально на один-два голоса. Наши коллеги продолжают работать по поиску этого одного-двух голосов. Пока, к сожалению, скобки не могу раскрыть. Я думаю, что об этом скажет на определенном этапе сам Иоанн Чабан. Мы, конечно, рассматриваем сейчас еще один сценарий через президента. И еще один сценарий у нас есть, в котором мы тоже очень серьезно работаем, направляя в органы все новые и новые материалы. И есть все же таки у нас надежда на то, что в ближайшие месяцы критическая масса против Киртуака материалов будет накоплена. И не исключено, что все же таки прикрывать дальше его власти будет уже невозможно. То есть отставка, просто отставка, это еще может быть лучший для него выход. Да, это для него может быть лучший выход, абсолютно верно. Потому что в любом случае, что отставка через референдум, что отставка через уголовные дела, в любом случае сидеть этому партнеру придется. И это для него должно быть абсолютно понятно. И более того, я вам хочу сказать, что мне кажется, что он уже это понимает. Потому что вот та депрессия, в которой находится последние месяцы, то есть появляясь на работе в премарии 2-3 раза в месяц для решения тех вопросов, которые ему там приносят в папочках и те задачи, которые ему ставят. Конечно, это говорит о том, что когда у него уже нет просто сил и духа, не хватает характера для того, чтобы присутствовать на оперативных заседаниях премарии в понедельник, которые он обязан проводить, вопиющие случаи уже до отравления детей, это уже даже гораздо опаснее того, что они просто воруют чебенку из-под асфальта, марку асфальта и воруют миллионы на дорогах. Причем строят дороги, увеличили внешние долги премарии только в уходящем году минимум на 300 миллионов леев. Но уже дошли до того, что травят детей. И травят кто? Травят либералы. Они там пытались шоу устраивать в парламенте. Они не пропускают ни одного счета рекламного, ни одной маршрутки, со всего носится дань, с каждого рынка заносится дань, с каждой стройки заносится дань в премарию. И они бы пропустили десятки миллионов леев, выделяемых на школьное питание, пропустили бы мимо своей кормушки, без того, чтобы запустить туда свои грязные руки. Конечно же нет. Проходили все эти акционы, закупки через управление секторное образование. Безусловно, там трудятся в поте лица, в кавычках, ставленники Дарина Киртуака, там трудятся члены либеральной партии. Замешана Карина Фуссу, замешан ее канцельер. Вот дочка канцеляра Карина Фуссу, сегодня министр, ее дочь сегодня сидит, задержана, по крайней мере, посмотрим, чем это все закончится. Либералы уже дошли до этого. Дарина Киртуака надо сажать, и он будет сидеть в той или иной, вот я вам говорю о сценариях, которые возможны, но для него нет ни одного хорошего сценария. Вопрос только в том, будет это плюс-минус несколько месяцев. Потому что в любом случае 2017 год для него будет последним. И этот уже немолодой человек, ну, заслужил, он шел к этому очень осознанно, очень долго игнорировал, уже не только закон, он очень долго игнорировал просто терпение людей, он долго эксплуатировал доверие людей. Конечно, нам непонятно, почему все же такие. Многие люди за него проголосовали на третий мандат, многие кишневцы не вышли на выборы, но, конечно, были махинации в пригородах, как обычно. Но в любом случае задача-то не только Дарин Киртуака, задача-то раскрытие глаза людям, даже тем, кто за него голосовал, они должны наконец понять, что нельзя голосовать за это, что надо голосовать за дела, надо голосовать за профессионализм, надо голосовать за реальные программы и за реальные механизмы, за реальные инструменты, за что-то конкретное. Почему многие люди голосовали за Дарина Киртуака на третий мандат и на второй же день начинают его же хаять, и хаять дороги, хаять условия жизни в Кишиневе? Феномен. Да, вот этот феномен, с которым еще предстоит разобраться. Потому что в конечном итоге по закону Дарин Киртуака должен ответить. Но должен быть и суд человеческий, суд людей. Люди должны делать выводы. И вот, если честно, вот с этим феноменом нам, опять же, надо будет очень серьезно поработать. Нельзя голосовать так, как голосуют люди в пригородах или люди в Кишиневе против, а не во имя. Для Кишинева, конечно, очень серьезная потеря была в 2015 году. Потому что я уверен, что Зинаида Петровна Гречан и генеральный примар, это у Кишинева были бы очень хорошие проекты. Это была бы хорошая финансовая организация. Это было бы хорошее администрирование, качественная, профессиональная столица. Это при Гречаной генпримаре, это все чиновники были бы на своих рабочих местах в 7 утра и уходили бы в 8 вечера. И те, кто не работал бы с полной отдачей, эти люди бы не задержались там даже недели. Конечно, вот обидно за то, что приходится людям делать выводы именно вот в такой ситуации, когда уже доходит до отравления людей. А органы должны будут уже в самые ближайшие месяцы один раз уже на дренакертуака одеть наручники. Ну, то, как Вы спокойно говорите о судьбе этого человека, ну, придает определенный вес сказанному. И дарит надежду тем людям, кто и верит до сих пор, что возможны положительные изменения в нашем главном городе страны, на территории которого как грибы возникают жилые здания, которые ухудшают инфраструктуру столицы, портят его внешний город, но никак не решают ни одной из его проблем. Есть надежда, и вот это обязательно нужно сказать людям в канун Нового года. Вот кто верил, что мы победим на президентских выборах? В условиях, когда против нас работали все. И правые, и левые, и центристы, и власть, и оппозиция правая, и оппозиция левая, и партнеры даже многие. Кто верил, что получится набрать 835 тысяч голосов? Исторический рекорд для Молдовы. И это очень важный импульс для того, чтобы на местных выборах убедительно людям, столь же убедительно выйти и проголосовать за примара. Если бы две трети от тех кишиневцев, которые вышли на президентские выборы, вышли, тогда была бы ситуация лучше в 2015 году. Мы очень надеемся на то и верим в то, что мы сумели пробудить людей. И после победы Дадона подпоследуют и следующие победы. Надо мобилизовываться, надо людям в первую очередь понять, что настоящие перемены несут они, люди. Ни один политик не в состоянии что-то сделать. Ни одна политическая партия никогда ничего не реализует, пока на это не будет воли людей, пока люди не будут так же активны. Потому что я в эту компанию президентскую отвечал, мне поручили работать, возглавить штаб Кишинева. И хочу вам сказать, что тот подъем, тот дух, с которым кишиневцы шли в этот раз на выборы, и в первом, и во втором туре, он вселяет надежду. Люди шли как в последний бой. И вот я очень хочу верить, что и мы, социалисты, обязательно это наша обязанность уже, мы должны не разочаровать людей, но и люди должны продолжать быть активны, для того, чтобы разобраться и с Кертуака, и с теми, кто его украшует, и с этим парламентом. Мы обязательно должны победить и парламентские выборы, и местные в Кишиневе. Эксперты заявляют о том, что уходящий год стал годом изменения политического ландшафта. Он происходил, изменения происходили по-разному, и может быть так, если разглядывая картину уходящего года, и сразу не увидишь эти изменения, но можем такие метки обозначить. Ну, грубо говоря, например, поменялись руководители партии. В ЛДПМ вместо сидящего сегодня, в местах не столь отдаленных филатов, эту партию возглавил... Верил Чеботару. В Демпартии новый лидер, вместо Мариана Лупо, вице-председателя партии, бывший, теперь уже, ныне, председатель партии, Влад Плохотнек. На 14-м съезде сменил руководство партии социалистов. И эксперты говорят о том, что поменялись не просто лидеры, изменился сам политический ландшафт, меняется политическая картина, и меняется отношение политических оппонентов. Чувствуется здесь, что в следующем году, в новом, 17-м, какое-то новое политическое противостояние грозит. В виде объединения, либо определенные изменения в самой избирательной системе, либо в конфигурации сил в парламенте. Конечно, конфигурация изменилась принципиальным образом. В первую очередь, потому что появился всенародно избранный президент, который очень серьезно изменил в целом политическую ситуацию и баланс сил в стране. Появился, по сути, дуализм власти. То есть, есть народный президент, которому народ делегировал часть своего суверенитета, и который, безусловно, сегодня единственная легитимная политическая фигура в стране. Потому что по парламенту и по правительству там огромное количество вопросов в части их легитимности, либо полноценности их легитимности. Конечно, в чем огромное изменение ландшафта политического? Ну, не было с 2009 года, после того, как партия коммунистов прошла тот путь, который прошла и серьезно уступила в рейтинге. Уже создавалось впечатление, что ближайшие 10-15-20 лет не будет возможности создать единое правительство. Что ближайшие 10-15-20 лет власть Молдови будет принадлежать тем или иным коалициям. И будет строиться каким-то коалиционным блоковым методом. И здесь прошло буквально несколько лет, и появилась партия, которая может прийти к власти самостоятельно. И это огромное изменение. В 2014 году 5 партий взяло в среднем по 20 мандатов. Социалисты получили на 5 больше. И стали первой фракцией. Но в целом 5 партий получили примерно равное количество мандатов. И включились все эти механизмы, в которых деятели типа Плохотнюка чувствуют себя просто, как рыба в воде. Надо формировать большинство. На каких основах? Вот на основах каких-то подковерных договоренностей, на основе подкупа, либо шантажа. И, соответственно, казалось, что в ближайшие годы будет Молдова разразиться по принципу того, кто сумеет сбить стаю быстрее. Мы в 2014 году сразу заявили, мы не будем участвовать ни в одной формуле, мы не видим в данном парламенте союзников, мы не видим в данном парламенте возможности создать прогосударственное большинство. И мы заявили с первого же состояния парламента об оппозиции. Остальные 4 фракции понесли между собой. Одни голосовали за это, вторые не голосовали за это. Ну и они периодически менялись. Власть-оппозиция, оппозиция-власть. И все 4 фракции побывали, кроме демократов, и во власти, и в оппозиции. То есть голосуя на тех или иных этапах за те или иные правительства. Кто-то кого-то кидал, так у них принято, это у них норма хорошего тона. Но это их ответственность. И вот тут появилась возможность сформировать вертикаль власти одной партии. Вот есть президент, партия социалистов, рейтинг под 50%, и есть шанс, что вырастет, если мы будем правильно работать. И тогда на будущих парламентских выборах может победить партия, которой принадлежит и президент. И, соответственно, уже будет другой расклад. Да, здесь появляется уже новая фишка. Мы же понимаем, что демократы, такие ребята, которые там, где не могут войти в дверь, они входят в окно. И, соответственно, сейчас они уже вынашивают идею голосования по смешанным спискам. То есть половину парламента избирают люди по партийным спискам, половину по одномандатным округам. Соответственно, они рассчитывают, что... Они же понимают, что если партия социалистов берет 50%, то 52-53 мандата, и все, закрылось для них. Поэтому вот думают очень серьезно о смешанной системе. Конечно, мы будем бороться против того, чтобы эта смешанная система была введена по нескольким простым, очень простым причинам. Во-первых, эта система, она хороша в идеале, в теории. И у нас, кстати, с 2010 года социалисты первыми заявили об этой системе. В 2011-м, на 10-м съезде мы вписали это в программу. То есть в теории это хорошая система. Половину крупные команды парламентские, партии, и половину представителей территории. То есть тех лучших представителей территории. Которых знают личные избиратели. Но эта идея хороша в правовом государстве. В государстве, в котором работают институты власти. В государстве, в котором реально борются с коррупцией. Чтобы побеждали от районов, от округов неденежные мешки. А люди, пользующиеся действительно народной поддержкой. Эта идея хороша когда-то в перспективе. Когда мы сумеем построить государство, в котором люди будут иметь веское слово. Но сегодня мы же не живем в правовом государстве. Мы живем в государстве, где Народное собрание Гагаузии и прошлый созыв. Ни одного мандата депутат Народного собрания Гагаузия демократ не получили. Мы получили своего председателя Народного собрания. Мы живем в условиях, когда в парламент попало пять фракций. Демократическая партия была четвертой фракцией с 19 мандатами всего лишь. И сегодня им принадлежит и спикер парламента, и председатель правительства, премьер-министр. Соответственно, мы понимаем, что это делалось неправовыми методами, неполитическими. Вот у нас такие негативные примеры. Следующее. Плохая система в условиях нерешенного преднестровского вопроса. Мы социалистов предпочитаем называть его преднестровским вопросом, а не конфликтом. Нам предстоит в перспективе решить проблему и вернуть преднестровье в состав Молдовы. Но, тем не менее, сегодня в преднестровье преднестровье де-факто не контролирует Молдова. Как там, где проживают 300 с лишним тысяч наших граждан, как там создать 5-6-7 округов? И как тех людей представить в парламенте? Или вычеркнуть их из политической жизни страны и сказать, что все, Приднестровье это другое государство. А как поступать с более миллионом граждан, проживающих или работающих за рубежом? Каким создать округа? Как они будут представлены в высшем законодательном органе, в парламенте? Как их интересы будут представлены? А мы парламентская республика, на минуточку. Соответственно, здесь огромное количество вопросов, которые говорят о том, что сегодня говорить всерьез о практическом воплощении этого проекта в жизнь не приходится. Когда-нибудь в перспективе, когда мы объединим страну, когда поднимем уровень жизни людей, когда нам надо будет очень серьезно развивать регионы, заниматься, сегодня нам надо заниматься централизацией. У нас должна быть жесткая вертикаль, для того, чтобы справиться с нищетой. Но в перспективе, когда мы поднимем Молдову с колен, заняться правильной децентрализацией, для того, чтобы появились в парламенте, в руководстве страны реальные региональные лидеры, а не только те, кого отбирает та или иная партия, это правильно, но не сегодня. Конечно, они будут сопротивляться, режим будет сопротивляться, на то он и режим, а не власть. Режим используют, в отличие от власти легитимно, режим используют разные методы, и методы незаконные. Соответственно, они будут пытаться изменить как-то систему, и мы рассматриваем абсолютно все сценарии. У нас нет какого-то оптимизма надуманного, и мы понимаем, что ситуация может разворачиваться по-разному, и мы должны готовить партию людей к выборам в любой политической конъюнктуре. И я уверен, что мы справимся с той или иной задачей. Влад, спасибо вам за этот разговор, но под занавес нашей программы по финале ее, так как она у нас в эфире буквально в считанные часы от Нового года, что бы хотел сказать в качестве поздравления нашим зрителям вот в эти минуты? Ну, людям хочется привести только одну хорошую фразу, вот она из классики, вот перед рассветом всегда темнеет. Вот есть такая хорошая классическая фраза, выражение, да, очень трудно, да, очень много провокаций, да, безусловно, сегодня нет того качества жизни и того качества правящего класса, который люди заслуживают, но в 2016 году мы показали, что перемены возможны, и мы продемонстрировали, что люди, объединившись, могут и должны побеждать. Я хочу и от себя лично, и от нашей команды пожелать людям в будущем году крепкого здоровья, семейного счастья, процветания. И, конечно, очень важно быть несмотря на какие трудности, быть энергичными и быть уверенными в завтрашнем дне, быть в хорошем смысле слова оптимистами и верить в то, что все в наших силах. Желаю пройти с достоинством, с поднятой высоко головой через все те трудности, испытания и лишения, которым сегодня людей подвергает власть. И я хочу пожелать людям просто бодрости, уверенности, твердости, мудрости. Нам всем эти качества понадобятся. И, пользуясь случаем, Станислав, хочу в вашем лице, как директору телеканала Акчин ТВС, пожелать и вашему замечательному коллективу телевидения, который я всегда лично смотрю с большим удовольствием. Хочу пожелать вашему хорошему коллективу больших успехов в новом году, пожелать вашему телевидению роста в рейтинге, роста в качестве, роста в производстве и чтобы все получалось. Спасибо большое за искренне теплые слова. Будем надеяться, что все это нам по плечу. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батренча. Следите за эфирами, будет интересно и в следующем году. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин